Вот мой дом с этой стороны. Это техника моя. Трактора. Все, что нажито непосильным трудом, Тихий Дон затопил ночью. Вода за сутки в реке поднялась выше критической отметки, почти на три метра. Сторожилы хутора Задония такого бедствия не припомнят. Небольшие паводки были, но вода до их жилья не доходила. Галина Смирнова долго не поддавалась на уговор у соседей, не хотела покидать свой чай дом. Поплыть на большую землю пенсионерка согласилась, когда увидела, что соседская хата уже наполовину под водой. Фермер Саша на своей лодке всю ночь эвакуировал пожилых соседей в Азов. Сам предпочел остаться в Задонии вместе с живностью. Часть запер на чердаке, а рогатых поместил возле дома на возвышенности. О плохом прогнозе погоды предпочитает не думать. Ванюшка, ванюшка. Такого не бывало еще. Никогда не было. Бывало, если притихает в шесть часов, значит затихает. Всех пострадавших МЧС доставляли на полузатопленные причалы Азовского порта. На большую землю перевезли около 150 человек. В городе развернули пункты с горячим питанием, дежурили бригады скорой помощи. Люди провели в ледяной воде несколько часов. Все в воде, все электроприборы, все в воде, все осталось в воде. Кошек забросила на чердак, я из дома вышла. У меня, начиная от колена, к калитке подошла уже по грудь вода. Всему виной природное явление. Ураганный ветер подул со стороны Азовского моря с такой силы, что как плотина запер Донские воды в устье. МЧС держит ситуацию под контролем. В зоне бедствия продолжают работать спасатели. В связи с нагонными явлениями произошел в ряде населенных пунктов подъем уровня воды. И на сегодняшний момент у нас 15 населенных пунктов произошло повышение уровня воды. Значит, в этих 15 населенных пунктов всего проживает более 2200 человек. Синоптики обещают, ситуация стабилизируется, вода пойдет на спад. Часть людей уже начала возвращаться в свои дома. Анна Соколенко, Дмитрий Андреянов. Новости. Главное.